Дамы и господа, у нас сегодня сертифицированный арбитр Международной Ассоциации Клубов Что, где, когда у Борис Савельев. Доброе утро! Доброе утро! Итак, Борис, мы знаем, что вы прямо с самолета к нам в студию. Откуда прилетели? Да, я с большими сложностями долетел из Москвы. В Москве, вот есть такая интересная новость, в Москве очередная попытка возрождения телевизионного брайн-ринга совершена. Да, вот и команда Челябинска, в общем, этот отбор прошла и будет участвовать, снимется. То есть мы можем вас уже поздравлять сегодня? В общем, да, с тем, что прошли, да. Отлично, мы вас поздравляем, ждем вас в федеральном эфире. Пока мы находимся здесь, в эфире программы «Наше утро», скажите, пожалуйста, то есть существует у нас Челябинский клуб знатоков, правильно ли мы понимаем? Даже существует несколько клубов, я бы сказал, существует, есть такая у нас Лига интеллектуальных игр, которая очень хорошо занимается школьниками, студентами, поэтому если вот родители хотят, чтобы их дети начинали думать, созидать, у нас хорошие там тренеры, которые, ну, как минимум, одну команду доводят до, скажем, призовой тройки чемпионата России, во что, где, когда. То есть это вот туда, начальный этап очень хорошо развит. Есть несколько взрослых команд, которые, ну, я бы сказал, или остаются от студентов, или, ну, играют очень давно, у нас 20 лет этому движению. А как вообще попасть? Ну, хорошо. Как попасть в вашу команду? Вот я как раз хотел закончить, да, в команду. Легко прийти на игру, проще всего. Есть еще клуб «60 секунд», который, я бы сказал, вот для простых смертных, которые вот просто хотят поиграть уже будучи взрослыми, но не желающими, скажем, участвовать в таком виде, как спортивное «что, где, когда». Смотрите, то есть есть, вот сейчас вы просто открыли нам мир, мы ведь об этом не знали. Многие вообще не знают совершенно. То есть есть чемпионат по «что, где, когда», естественно, в России. В Челябинске именно. В России? В России? Есть. В федеральном масштабе? Ну, в общем, да. Есть и в мировом масштабе, но это как бы… Расскажите, как вообще попасть в эти клубы, где они находятся? И что для этого надо? Ну, вот смотрите, да, возвращаясь все-таки к вопросу, который мы уже с Анной обозначили, ну, как мы. Мне это очень интересно. Все-таки вот приходит к вам человек, вы что у него спрашиваете? Дай нам диплом о высшем образовании. Или все-таки вы его гоняете по общим вопросам? Зачем? Нет, если человек приходит, это уже хорошо. А еще лучше, если он приходит сразу с командой. Ага. А вопросы мы ему задаем игровые во время игры, собственно, и… Там он проявляется или не проявляется, и все. Ну, да, собственно. Хорошо. Ну, так кто же такой эрудит, по вашим мнениям? Эрудит, наверное, человек, который слишком много знает. Да, как говорил один мой приятель-покойничек, да? Нормальный ученик. Да, ну, да. Который много знает, может быть, эти знания ему особо-то и не нужны, кроме как вот где-нибудь вкрутить, применить, там, помянуть. Ну, может быть, где-то еще пригодятся. Да, 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 прям сижу и думаю, когда же мне пригодятся дециметры из школьной программы. Ну, а вот вы, Борис, можете сказать, вам пригодились или нет эти знания? Как вообще вам в жизни помогает? Вы себя считаете эрудитом? Вот я себя эрудитом как раз не считаю. Мне вот ближе как раз игры вот такого… Интеллектуальные? Ну, интеллектуальные, да, что никогда по большому счету интеллектуальная игра, а не викторина. И суть там не в воспроизведении знаний, а в том, что при командном взаимодействии какое-то новое знание рождается. Это гораздо интереснее, как мне кажется. А это не логика считается, Людин? Логика, да. К логике, да, уже? Ну, логика, там чувства, юмора, там разные есть составляющие, скажем так. То есть, что, где, когда – это про логику. А условно, викторина, вопрос, ответ, что в черном ящике – это про эрудицию. Ну, если просто без подсказок, что в черном ящике, это я вообще даже не знаю. Это интуиция. Нет, нет, нет. Если просто – это уже экстрасенс. А если начинаете подсказывать, это уже, естественно, логика. Потому что надо уже вычислять там, да, сопоставить. Я окончательно запутался. Мне тоже, мне кажется, эти понятия наверняка все связаны, правильно? И одно без другого все равно где-то не может быть. Все равно должна быть какая-то нить должна быть между ними. Ну, нет, если вам задают вопрос, в каком году Колумб приплыл в Америку, да? Ну, тут, понятно, никакой логики, да? И вы как бы не сможете, конечно. Хорошо. Проходят чемпионаты, есть лига среди школьников и студентов. Кто же эти люди, которые к вам приходят? Ну, давайте так. Школьникам и студентам есть чем заняться. Почему они идут к вам? Ну, это, во-первых, интересно, это азартно. Плюс это все-таки развивает и развивает не только вот такой спортивный азарт, но и, скажем, умение общаться, да, этому помогает, командное взаимодействие развивает, ну и вообще умение мыслить, это в жизни пригодится. С вашего позволения напрошусь. С вашего позволения напрошусь. Есть у нас интересный формат взаимодействия ведущих, который называется «Ведущий на выезде». Пригласите нас на игру. Мы с удовольствием ведущими программы «Наше утро» примем участие в подобной забаве. А давайте. А давайте. Спасибо. Мы сейчас за эфиром уже, друзья, договоримся, как это будет и когда. Я вам несколько форматов предложу. Договорились. Мы благодарим вас за этот ранний визит и напомним, что у нас сегодня в гостях... Да, у нас сегодня в гостях был сертифицированный арбитр Международной ассоциации клубов «Что, где, когда» Борис Савельев. Спасибо вам огромное. Аня, как ты это читаешь. Борис, спасибо огромное.